Грузинская сказка Иван Заря Было да и не было ничего. Жил в одном городе бездетный кузнец. И очень он хотел иметь детей. Пошла однажды жена этого кузнеца по воду. Только наполнила кувшин доверху. Как видит, несет река три яблока. Понравились ей яблоки. Потянулась она за ними, достала их и понесла домой. Одну мужу дала, другую сама съела. Третья с мужем поровну поделила. Затяжелела жена кузнеца. Прошло девять месяцев. Начались роды. Позвали бабку. Вдруг раздался из утрубы матери крик. Готовьтесь скорее крестить меня. Не то улечу, не успеете. К вечеру родился мальчик. Крестили его и назвали Иван Вечерний. Пососал он немного грудь матери и... Что ветер, улетел в небо. Только собралась бабка домой, как опять раздается крик. Не отпускаете ее, сейчас появлюсь на свет и улечу. И вправду родился в полночь еще сын. Крестили его и назвали Иван Полночный. Пососал и он грудь матери и улетел в небо. Под утро на заре родился третий сын. Назвали его Иван Заря. Пососал и он грудь матери и улетел. Так и жили все три брата в небе и летали между звезд и облаков. И только раз в день к матери за молоком прилетают. Иван Вечерний вечером, Иван Полночный в полночь, А Иван Заря на заре под утро. Прилетят, пососут грудь и улетят. И ни разу они друг друга не встретили. Прошло время, подросли братья. Не нуждаются уже они в молоке. Все реже и реже дома появляются. Прилетят так раз в неделю, возьмут хлеб и улетят. А в том городе жил один царь. У царя три дочки-красавицы. Эти красавицы ни днем, ни ночью из дома не выходят. Как бы их или солнцем, или ветром не обожгло. Так и живут невиданные солнцем. Сказал однажды отец красавицам. Дочки, что вы все дома сидите? Встаньте, пройдитесь по городу, посмотрите на мир и на солнце. Послушались дочки и вышли. Только они вышли, как вдруг собрались в ясный полдень тучи. Раздался гром, засверкала молния. Потемнело все небо. Прилетел огромный страшный Дэф. Дэф это фантастическое существо, получеловек, полузверь, необычайные силы. Схватил всех трех красавиц, посадил себе на плечи и скрылся меж туч. Забеспокоились все. Загрустил, затасковал царь. Нет ему помощи ниоткуда. Разослал царь гонцов во все страны. Объявить о несчастье и искать везде красавиц. Нет, и следа их никто не найдет. Вдруг появилась одна старушка, бабка жены кузнеца и сказала царю. Есть в этом городе кузнец. У него три сына. Все трое в небе живут, как птицы в облаках летают. И небо и земля, все у них как на ладони. Если смогут отыскать своих дочерей, так разве только они? Затеял тотчас царь большой пир и послал людей к жене кузнеца звать ее сыновей к себе в гости. Обещала она, как прилетят, задержу их и пошлю к царю. Прилетел к вечеру Иван Вечерний. Обрадовалась мать, накормила его, напоила и говорит. Побудь, сынок, эту ночь дома. Завтра у нашего царя пир, просит он тебя в гости. Остался Иван Вечерний. Постелила ему мать и уложила его. К полночи летит Иван полночный. И его приняла мать. Накормила, напоила и попросила остаться на ночь. Завтра у нашего царя пир, просит он тебя в гости, сказала. Согласился и средний сын остался. Видит он, спит кто-то в доме и спрашивает. А это кто там спит? А это твой старший брат. Оба вы в одну ночь родились. И он на завтрак царю звон, сказала мать. Заснул и Иван полночный. На заре прилетел Иван Заря. И его накормила мать и уложила там же, возле братьев. Пришло утро. Иван Вечерний выспался с вечера. Иван полночный еще в глубоком сне. А Иван Заря только засыпает. Проснулся старший брат и рассердился. Кто это и по какому праву развлекся здесь спать, не спросясь меня. Решил убить он их обоих, только нет у него ни лука, ни стрел, ни меча. Увидел он в углу меч Ивана Зарей, ухватился за него, но и с места его не сдвинул. Увидел это, мать испугалась, спрашивает. На что тебе, сынок, этот меч? Что ты за врагов здесь нашел? А кого это ты в дом впустила, спрашивает сын? Это братья твои, говорит мать. Все вы в одну ночь родились. Все в небе живете. И они, как и ты, прилетели вчера. Как и тебя, упросила я их остаться на ночь. Проснулись братья, обнялись, расцеловались. Поехали потом все вместе к царю. Встретил их царь с большим почетом, угостил. А затем спросил старшего брата. Иван Вечерний, ты в небе летаешь, все видишь. Не знаешь ли, где мои дочери? Не знает Иван Вечерний, не видел. Спросил царь Ивана Полночного. И он ничего не видел. Пришел черед младшего брата. Встал Иван Заря, поклонился царю и начал. Счастливый царь! Лежал я однажды на вершине высокой горы и смотрел на облака в небо. Вдруг слышу шум. Посмотрел, летит Дев, несет девушек. А они кричат, плачут. Схватился я за лук. Но отпустил его. Испугался, попаду в Дева, убью его. Упадет он, разобьется и девушки погибнут. Так улетел Дев с девушками. Больше я и не видел их и не слышал ничего о них. Рад царь, что хоть наследство их дочерей напал. И говорит, идите, ищите моих дочерей. Найдете, отдам их вам жены. Младшая такая красавица, что и солнце позавидует ее красоте. Она будет твоей женой, сказал царь Ивану Заре. Знал Иван Заря, где этот Дев может быть. И отправился туда вместе с братьями. Много ли они ходили или мало, только пришли к одной горе. Высокая гора, скалистая, глазами не охватишь. И перекинулась она от одного моря к другому. А под горой шатер. В шатре спит человек из железа. Дев. Голова у него, что скала. Послал Иван Заря к этому Деву братьев. Пойдите, разбудите его. Вошли они в шатер. Будили, будили Дева. Вышли и говорят. Нет, не разбудить нам его. Вошел Иван Заря, подошел к Деву. И хватил его по голове своим луком. Проснулся человек из железа. Испугался. И попросил Ивана Зарю. Побратаемся. Понадоблюсь тебе. Помогу. Сказал Иван Заря. Вот помоги. Подними нас на эту скалу. Сказал человек из железа. Ты же сын кузнеца. Выкуй цепь. Забросим на вершину. И поднимемся. Принес Иван Заря. Молот. А наковальни нет. Сказал человек из железа. Вот вам моя голова. И подставил голову, как наковальню. Выковал Иван Заря огромную крепкую цепь. Приделал к цепи колья. И всю ее крюками усеял. Сказал Иван Заря братьям. А ну. Замахнитесь и забросьте цепь. Подошли Иван Вечерний и Иван Полночный. Ухватились за цепь. И с места ее не сделали. А ну теперь ты человек из железа. Говорит Иван Заря. Взял человек железа цепь. Замахнулся ею. Взлетела цепь. Только не достала до вершины. Такова твоя сила. Говорит Иван Заря. Да. То такова моя сила. Говорит человек железа. Схватил тогда цепь Иван Заря. Замахнулся. Взлетела она. И упала на самую вершину. Потянули цепь все четверо. Зазыпилась она крюками за скалу. Ходи по ней как по лестнице. Послал Иван Заря братьев. Не смогли они подняться. Чуть от страха в пропасть не попадали. Пошел человек железа. Вот-вот доберется до вершины. Только посмотрел вниз. Закружилась у него голова. Покачнулся. Еле жив спустился. Пошел тогда Иван Заря и сказал. Смотри, человек железа. Оставляю тебе моих братьев. Знай. Случится что с ними? Головой мне ответишь. Поднялся Иван Заря на вершину скалы. И пошел Девьей дорогой. Шел, шел, много шел. Мало шел. Видит, стоит медный дом. Вошел Иван Заря в дом. Видит там девушка красавица. Расспросил ее обо всем. Узнал, что это старшая дочь царя. Сказала она. Лучше бы не приходил ты сюда. Сейчас семиголовый Дев придет, убьет тебя. Это уже моя забота, говорит Иван Заря. Так я жена, ты муж, говорит она. Нет, ты невестка, я деверь. Вечером едет домой семиголовый Дев. Подъехал к дому, споткнулся конь под Девом. Ах ты проклятый, кричит на коня Дев. Что тебя Иван Заря дома ждет? Чего ты боишься? Приехал, а Иван Заря сидит в тени и ждет его. Крикнул Дев. Говори, Иван Заря, друг ты мне или враг? Какой я тебе друг, говорит Иван Заря. Встречай врага. Соскочил Дев с коня и кричит. А ну подуй там на землю. Дуй сам. А мне что за дело? Дунул Дев на землю и стала она медью. Схватились. Подхватил Иван Заря Дева, всадил его по пояс в эту медь. Выхватил свой меч. Одним взмахом отрубил ему три головы. Взбесился Дев, схватил Иван Зарю и всадил его в медь по бедрам. Вырвался Иван Заря, схватил Дева, отрубил ему остальные четыре головы. Пошел потом к красавице, взял у нее кольцо для брата и отправился искать девятиголового Дева, у которого вторая сестра красавица томилась. Шел-шел Иван Заря и пришел к серебряному дому. Нашел здесь среднюю сестру. Просит его девушка. Уходи, убьет он тебя. Нет, не слушается Иван Заря. Лег в тени и ждет Дева. Едет девятиголовый Дев. Споткнулся и выходил дома. А чё проклятый, что тебя Иван Заря дома ждет? Кричит Дев. Приехали и вправду. Лежит в тени Иван Заря. Ждет его. Говори, Заря, друг ты мне или враг? Спрашивает Дев. Какой я тебе друг, говорит Заря. Встречай врага. Убил Иван Заря и девятиголового Дева. Взял у средней сестры кольцо и поехал отыскивать двенадцатиголового Дева. Пришел и видит все вокруг золотое. Вошел в золотой дом. Стоит девушка, невиданная под солнцем красоты. Подошел Иван Заря, огнял свою невесту и стал целовать ее. Полюбила и красавица Ивана Зарю, сказал Иван Заря. Я должен убить этого Дева. Заплакала она. Не надо, оставь. Не убить тебе его. Погибнешь. Не бойся. Не убьет меня твой двенадцатиголовый Дев, сказал Иван Заря. Вышел, прилег в тени и ждет Дева. Возвращается Дев домой. Доспоткнулся его конь. А че, проклятый, кричит Дев. Не Иван ли Заря тебя пугает? Ничего, скоро увидишь, как его кровь рекой потечет. А его труп враньек будет клевать. Приехал и увидел Ивана Зарю. Закричал Дев. Говори, Заря, друг ты мне или враг? Враг, говорит Иван Заря. Какая у меня с тобой дружба? Спрыгнул Дев с коня. Дунул на землю. И стала вся земля золотая. Схватились они. Садил Дев Ивана Зарю в это золото по пояс. А Иван Заря Дева по плечи взмахнул Заря мечом. И отрубил Деву девять голов. Устал Дев, спрашивает Зарю. У вас как борются? У нас поборются и отдыхают, говорит Заря. Так отдохнем, просит Дев. Подумал Заря. Дать ему отдохнуть. Выскочит, еще убьет меня. Не стал встать. Замахнулся. Отрубил Деву и три остальные головы. Взял Иван Заря красавицу с собой и поехал. Оклянулась красавице и говорит. Смотри, Заря, сколько золота мы оставляем. Какое у Дева золото, говорит Заря. Это все показное. Дунул Иван Заря и стало все золото прахом. Пришли к серебряному дому. Взяли среднюю сестру. Дунул и там Иван Заря. И там все стало прахом. Взяли и старшую. Пошли к скале. Встал Иван Заря опускать сестер со скалы. Опустил раньше старшую. И крикнул старшему брату. Держи, твоя она. Потом среднюю среднему брату. Хочет он опустить младшую. Только говорит она. Предаст тебя этот железный человек. И солнце, и месяц ты для меня. Погибнешь ты, как мне жить? Не послушался ее Заря. Заставил все же спуститься. Только спустилась она. Схватил железный человек железную булаву. Ударил по цепи. И разорвал ее надвое. Остался Иван Заря наверху. Что делать? Спустишься без цепи, убьешься. Пошел он по этой скале дальше. Крикнула ему все же красавица. Заря, иди к краю скалы. Там над морем скалистый выступ. Что нос свешивается. Ударь о выступ ногой. Обрушится он. И найдешь там коня. Это Дева в конь. Он Дева с себя сбросил. Зато и заключили его туда. Возьми коня. Он тебя поможет. Пошел Иван Заря к той скале. Ударил о выступ ногой. Нашел коня. Смотрит. На спине у коня толщиной в ладонь. Пыли и грязи. Заговорил конь человечим голосом. Отпусти меня, Заря. На три дня на Черную гору. Соберусь силами. Не то ослаб я. Не поднять мне тебя. Отпустил его Иван Заря. Вернулся конь через три дня. Взнуждал его Заря. И вскочил на него. Пошатнулся конь. Говорит. Еще на одну ночь отпусти. Дал ему Заря отдохнуть еще одну ночь. Наутро вскочил на него. И поехал. Понесся конь, что стрела. Двумя днями раньше человека железо пролетел в город. Научил конь Зарю. Уложи на меня все свое оружие. И отпусти еще на три дня на Черную гору. Оставь только себе три моих волоса. Как позовешь, прилечу. Так все и сделал Заря. Сам оделся в лохмоте и пошел бродить по городу. Нашел одного кузнеца и говорит. Буду работать на тебя. А зато только корми меня. И ничего мне больше не надо. Хорошо, сказал кузнец. Иди, бей молотом. Взял Заря молот одной рукой. Ударил по наковальне. И всю колоду разнес. Удивился кузнец его силе. Взяли, поставили вдвое большую колоду. И стал Заря работать. Что кузнец в пять дней наработает, Заря за час сделает. Радуется кузнец, что нашел такого работника. Вернулся наконец и человек железа с девушками и братьями Ивана Зари. И назначили день свадьбы. Только нет кольца у старшей сестры. Осталось оно у Ивана Зари. Послали ко всем кузнецам. Кто такое кольцо выковать может? Нет, отказываются все. Никто не может. Дошли до хозяина Ивана Зари. Отказался и он. А Иван Заря говорит. Я сделаю такое кольцо. Заснул ночью кузнец. А Иван Заря постучал, постучал молоточком. Достал из кармана кольцо старшей сестры. И положил на полочку. Наутро входит кузнец к Заре. Видит, спит он. Толкнул его ногой. Что, осрамил меня перед царем? Достал Заря кольцо и подал кузнецу. Послали кольцо. Пошел и кузнец на свадьбу. И Зарю звал. Только отказался Заря, не пошел. Как стал выходить из церкви старший брат Иван Вечерний со старшей сестрой. Вышел Иван Заря на площадь. Достал три конских волоса и сжег их. Тотчас явился его конь. Вскочил Заря на коня и говорит. Лети на небо. С неба на него упаду и проучу его. Взлетел конь на небо. И как вышли муж с женой из церкви, налетел на них Иван Заря. И со всех сил ударил старшего брата. Отпустил потом коня, пошел в кузницу. И сел, как ни в чем не бывало. И второе кольцо так же сделал Заря. Узнали девушки свои кольца. Только не говорят ничего, боятся, молчат. А младшая красавица плачет, убивается. Жив он, вернулся. Что же не идет? Не вызволит меня из беды. И среднему брату так же досталось от Зари. Дошел черед и до человека железа. Вызвал Заря своего коня, вскочил на него, взял в руки булаву и говорит. Лети. Взлетел конь на небо. Вышел человек железа, ведет невесту Зари в церковь. Только хочет он вступить на паперть. Слетел Иван Заря с неба. Ударил его по голове булавой. Так и провалился человек железа, весь с головой под землю. Соскочил с коня Иван Заря. Обнял свою невесту. Расцеловал ее. Рассказали все царю. Женился Иван Заря на младшей сестре. А как умер царь, и все царство ему досталось. Мор там, пир здесь, отсев там, мука здесь.